В регионе продолжает работу 10-й международный сахарный форум. Свекловоды и свекловеды со всей России и не только собрались в Курской области, чтобы обсудить проблемы и перспективы отрасли. Программа второго дня форума получилась очень обширной презентацией. Семинары, мастер-классы прошли сразу на нескольких площадках. Практическая часть в полевых условиях демонстрация сортов, удобрений и технологий. Курские свекловоды приоткрыли секрет высоких урожаев. Сегодня каждый десятый килограмм российского сахара произведен в нашей области. Есть что почерпнуть для нас, самчан, по фирмам, которые представили семена, и по развитию самых растений сахарной свеклы. Учитывая заслуженный год, есть результаты в Куреан, и нам есть что почерпнуть здесь. Еще пару-тройку лет и производство свеклы в нашем регионе достигнет показателя 4 миллиона тонн в год. Сахара 400 тысяч тонн. Планы амбициозные, но осуществимые, заверяют аграрии. В 2008-2009 году мы уже получали 3,6 миллиона тонн сахарной свеклы и производство сахара 330-340 тысяч тонн. Поэтому рубежи наши, так сказать, они вполне оправданы. Обмен опытом в полях получился взаимовыгодным. На живом примере свекловоды всей страны искали пути решения общероссийских проблем. Основная проблема в Центральном Черноземье в настоящий момент заключается в нашествии, не побоюсь этого слова, это долгоносика стеблееда. Это насекомое пришло на наши свекловичные поля недавно. Основная рекомендация всем свекловодам Центрального Черноземья, это и Белгородская, и Курская, и Воронежская области, это срочно проведение инсектицидной обработки системными инсектицидами. Посеять, подкормить, обработать, убрать. Без современной техники добиться значительных результатов невозможно. Теоретическая часть традиционно в местечке Свобода в выставочных павильонах прошли мастер-классы. Макет сахарного завода в Рязани по последним европейским технологиям. Он будет занимать 140 гектар, производить 8 тысяч тонн сахара в сутки. Стоимость в натуральную величину 9 миллиардов рублей. Проектом заинтересовались иностранные инвесторы. А вот Свободинская детвора облепила современную технику. Такая классная техника, я такой ни разу не видел. Когда я вырос, то я хочу на такой технике работать. Итогом второго дня форума стал круглый стол от свеклы до полки. Участники обсудили перспективные бизнес-проекты. В рамках круглого стола будем вносить одно из инвестиционных предложений, которое здесь озвучено. Это строительство нового сахарного завода в северо-западной части Курской области, на территории Дмитриевского района. И будем предлагать сегодня проектировщикам, потенциальным инвесторам рассмотреть наше предложение. Деловые контакты, новые партнеры и инвестиции. Международный сахарный форум продолжит свою работу и в четверг. Валерия Галкина, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.